Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Я надеюсь. Я хотела спросить по поводу предательства. Надо принять, принять. Принять надо, принять. Духовного насадника. Надо принять. Неважно, кто чего предает. Вот вас предали, надо принять. У вас негодование в сердце сейчас. Это очень неблагоприятно. Не надо философствовать. Вот смотрите. Когда вы почувствовали боль судьбы, здесь не надо философствовать. Кто прав, кто не прав, почему так произошло, что будет дальше, что я с ним сделаю, и что с ним делает Бог, философствовать не надо. Если вы почувствовали боль судьбы, дальше принятие. Нужна молитва, чтобы принять. А потом, что хочешь, уже думай, делай. Допустим, ребенок двойку получил. Не надо сейчас ничего делать. Негодование, там, я тебя поубивала бы. Но даже если вы его чуть-чуть поубивали, потом надо все равно помолиться, успокоиться, попросить прощения у него, что я неправильно себя вела. А потом уже разбираться, что произошло. Понимаете, о чем я говорю сейчас или нет? Вот это главное, о чем надо задавать вопрос. Не о том, что если, не если. Просто примите. А дальше уже рассуждаем. Когда сердце спокойное становится, тогда рассуждаем. Потому что сейчас с вами рассуждать не буду. У вас сердце кипит. Но оно у вас кипит все равно. Надо, значит, принять. Надо сначала молиться и принять. А потом, если у вас спокойствие в сердце появится, можете защищать. Но поймите, что если вы как бы в пучину бросились вот этих отношений, оскорблений, то вы, ну, когда две собаки гавкают, трудно понять, какая первая начала. Нужно не быть собакой, понимаете, для того, чтобы решать вопросы правильно. Сначала молитесь, успокойтесь. А потом уже дальше можете там выяснять, помогать, менять. Всегда вопросы веры — это очень сложный вопрос. Если оскорбляют вашу веру, нужна сначала молитва. Но если вы как бы не молитесь, а сразу идете в бой, то дальше будет куча трупов, понимаете. Там можно кого-то повзрывать даже иногда. Это признак неправильного мышления просто. Если судьба подействовала, даже если попрали вашу веру, сначала надо успокоиться. Нужна молитва. А потом Бог вам подскажет, как себя вести, что делать. Но сейчас ваше сердце не может принять правильное решение, потому что оно горит от этого события, которое произошло. Надо понять, что это пришло вам по судьбе, за что-то вы наказаны. Может быть, вы так же поступили когда-то в прошлом. Просто помолитесь.